друзья подписчики всем огромный привет так а с вами юджин влогс канал из сша город светл почему я говорю потому что спрашивают почти в каждом видео с какого штата с какого города ну потому что приходят как бы новые подписчики им лень просто искать смотреть поэтому я вначале иногда буду говорить что я из города сиэтл штат вашингтон забыл сказать так а ну еду сейчас работы сами видите время если видно конечно 8 15 грубо говоря вечера естественно и чтобы провести время с работы домой с пользой решил записать для вас какой-то полезный влог но сейчас у меня пока каких-то знаете историй там нету чтобы не выдумывать ничего решил я начать записывать ответы на вопросы из комментариев то есть люди которые в комментариях вопросы задают вот буду на них отвечать в отдельных видео тогда будет двойная польза как бы я смогу ответить на вопросы и другие люди которые этот вопрос не спрашивали но что им все равно интересно прослушать ну и кроме этого я как бы не смогу на все вопросы естественно в одном видео ответить поэтому я смогу несколько частей записывать потому что вопросов очень много и примеру каждый день если я даже по два-три вопроса буду отвечать да то считай за месяц сто вопросов но это если каждый день как бы неплохой в теории прогресс получается в общем не буду вас загружать давайте ближе к делу так давайте вспоминать какие сегодня писали вопрос так сегодня писали вопрос про интернет какой в америке в интернет сколько он стоит какое качество в общем все с этим связано кстати этот вопрос задавали давно их спрашивали про мобильную связь очень много тоже у нас отдельных видео не было и наверное не будет потому что я не вижу делать отдельное видео про мобильную связь в общем и про интернет тоже на их можно сделать вот в ответах на вопросах вкратце рассказать поэтому давайте все-таки интернет попроще да начнем с него значит как я вам говорю тоже я не знаю про все он не руку где там какой интернет именно здесь где я приехал интернет до везде где я жил очень плохой недорогой проблема в чем что здесь как бы сетей у таких вот нет ну вот как у нас там что все опутали проводами и вот вам и весь интернет здесь вообще не слышал то есть здесь интернет только таких крупных провайдеров они клуб грубо говоря вообще национально то есть это не так вот как у нас я жил у нас там вообще какой-то как ну город маленький в крыму я вам говорил но у нас там провайдеров было гора на моей улице весь дом был опутан проводами со всех сторон этими локальными сетями и в общем-то через них в общем-то как бы и локальные были ресурсы интернет но в общем не мне вам рассказывать всем это понятно и кроме этого были всякие вот эти вот там типа назывался телеком какой-то когда можно было через телефон или там через выделенную линию короче все насколько я знаю подключались вот к этим локальным сетям и там вообще что-то копейки были там я не знаю даже по самому минимальному плану я помню что там было интернет с головой на всю подключался он тебе просто этот сетевой кабель в квартиру затягивали с подъезда и ты его просто втыкал в куб больше тебя ничего не надо было сетевая карта они не периодически сгорали когда там молния ударяла там на крышу в этот самый распределитель иногда интернет пропадал больше конкуренты там друг другу кабеля подрезали или делали там какое-то вредительство то просто в подъезде любой этих провода висят может отрезать или на крыше короче интернет как бы был дешевый достаточно скоростной плюс радовали вот эти все бесплатные ресурсы мы потом их стали все минимизировать минимизировать изначале как-то там по сетке а помню и выгружки катали и там скачать что-то можно было потом вся эта анти пиратская компания вроде все по удаляли куда-то торрентом поставили ну а нафиг мне торрент если в принципе торрент можно он сейчас с такой скоростью на рутрекеры скачать в общем в интернете не радовала ненадежность потому что поломки были достаточно часто а устраняли их достаточно медленно иногда этот геморрой по несколько дней длился в общем мне это все не нравится здесь короче про эти сети вообще не слышу то здесь есть супер огромные компании камкаст к примеру она абсолютно по всей Америке они проводят телевидение и телефон и они все этим всю жизнь занимаются я не знаю с тридцатых годов или когда там телевидение появилось из всех времен они тут и существуют и никто не может пробить саму рыбу есть там более мелкие там всякие веризоны ну и прочее но больше всего развит вот этот гробаный камкаст и в некоторых местах в Веризон ну по нашему Веризона у них он тут Верайзен называется но это в этой области везде где я жил Верайзена не было я звонил здесь получается как если у вас на адресе уже есть там уже хрен скорее всего больше ничего не будет единственный у вас вариант только купить там набор вот этих тарелок херелок все это поставить и как-то через спутники это качат но на практике я не видел чтобы кто-то с этим связывался такой фигней занимается только там где нету вот этих вот Канкаста и Верайзена вот к примеру было видео на канале еду смотреть дом с гектаром земли вот там я был там нету вообще никаких провайдеров интернета там можно подключить только через тарелку хотя это вроде бы как отсюда во всего лишь 20 минут но там просто на той улице интернета нет и здесь много таких в принципе мест где вообще интернета нет там люди ставят или тарелки или мобильные интернета ну мобильный то отдельный разговор значит то что касается этого Канкаста вот в принципе я бы не сказал чего-то супер плохого про них но не супер хорошего ничего не скажу у них наглухо отсутствует какой-то становится лучше вот не буду врать когда я приехал 6 лет назад вообще был лучше вызвать там этих мастеров туда дозвониться это просто огромная проблема то есть у них это служба поддержки я вот не буду врать можно час просто сидеть в линии ожидания сделали там онлайн в онлайне более-менее ну во-первых смотрите у вас нет интернета как вы этим онлайн воспользуетесь ну сейчас проще сейчас уже есть мобильные то есть вы можете с мобильника зайти и все это как бы порешать но там даже когда сделали онлайн от них добиться чего-то было бестой короче проблем было очень много часто интернет пропадал у них там что-то не маршрутизировалось ну представьте какое у них количество клиентов то есть у них офис который вот здесь локальный ну там вот он находится этот мобайл ну это не сервис центра а именно офис где все работают он занимает я не знаю там 5 или 10 этажное здание ну короче там наверное тысячи человек работают я его вам когда-то показывал в каком-то видео то есть он просто огромный все что они там делают короче все было очень плохо очень много негативных отзывов по ним но у меня согласен они делают у них как бы это аккаунт ну вот где у вас смотреть там статистику свои планы там раньше вообще черт ногу словом сейчас там более-менее значит по проблемам с ними конкретно что у меня было значит когда я к ним подключился в начале я снимал апартмент как бы английский особо не знал денег тоже не было то что-то добиться тут конкретно узнать было нереально то есть ну пока я это все узнал то есть понял что только к ним вариант был подключиться а подключиться как надо было модем покупать я вначале думал что это такая же сеть как у нас оказалось ни хрена модель кабель вот кабельный модем это по телевизионному проводу интернет идет короче я не знал какой он покупать я эти модемы никогда не видел короче разбираться было как-то геморройно потому что какие-то модемы были совместимые какие-то нет еще цены на них тогда были сравнительно дорогие короче я думаю возьму у них пока модем в аренду там можно было за 7 долларов взять а потом узнаю сколько конкретно подходящий стоит и подключусь короче за подключение там какие-то космические деньги платить но у них есть пакет типа подключись сам то есть там сколько-то платишь я не помню тоже какая-то сумма но намного меньше чем вызывать мастера подключать там что-то за подключение то ли не я не помню то ли чуть ли не 150 долларов надо было платить если самому подключаться там 20 или 25 долларов в этом наборе подключить сам тебе давали инструкции всякие диски хириски там книжечки провода были там какие-то еще что-то короче не помню короче купил этот набор там все удавали в такой красивой сумке упаковки но это было сколько лет назад уже не помню и короче все это подключил потом надо было звонить настраивать аккаунт вот этот онлайновский звонить им чтобы они тебя там и взял этот модем в аренду чтобы этот как он мак адрес чтобы они зарегистрировали на твой физический адрес после этого короче интернет начал работать не то что это была куча геморроя долгое время занимало в общем проблемы были тоже нельзя сказать что постоянно но часто что короче то что-то отваливалось то еще что-то звонили но это было там где я ориентовал сейчас как бы лучше здесь вот я живу значит проблема была в чем я купил так как дорого платить 7 долларов каждый месяц за аренду я решил свой модем покупать когда я все выяснил модем стоил на то время 70 долларов сейчас эти модемы он валом в стрейфшопах по не знаю по 3 доллара купить ну тогда я не знал даже про стрейфшопы я здесь вообще прожил ну это секонд-хендер я здесь прожил получается где-то 5 лет ну 4 года я даже не знал про секонд-хендер что они здесь вообще есть вот первое видео было в 2015 я выкладывал когда я первый раз узнал что в Америке есть секонд-хендер оно так и называлось там что-то вы не поверите в Америке есть секонд-хенд на нем кстати что там дофига было просмотров и не смотрел сколько сейчас может 300 тысяч вот, ну то видео вообще такое я даже не планировал записывать супер некачественно вы можете найти пострейку ну ладно это не о том и в общем я купил свой модем так блин уже домой приехал чтоб вкратце было ладно сейчас поеду тут отпущу там да расскажу а короче и переключил свой модем позвонил им туда сказал я купил свой модем переключился на него типа перегистрируйте меня на этот адрес а старый модем я отвез в сервисный центр и сдал и мне на все это дали как бы документы ну проблема была в том что почему-то мне вроде как документы были я вернул модем а вроде новый модем у меня заработал да но где-то у них произошел сбой в этой их системе что они почему-то продолжали мне присылать эти типа 7 долларов в месяц а потом вообще он у них у них постоянно интернет дорожает я вам забыл сказать ну постоянно дорожает то есть если вы подключитесь вот я подключался сейчас за 30 сейчас уже 50 опять плачу он во первых у них дорожает постоянно во вторых они эти цены там такой контракт что он действует только на сколько там месяцев на 6 то есть прям в контракте написано что они имеют право повышать цены и дело в том что у вас выбора нету как я вам объясняю они монополисты вот к примеру здесь у меня где я жил больше нет другого интернета вообще только вот этот камказ там где я жил тоже другого интернета не было то есть если бы был другой вот этот Верризон у них Фронтиер по-моему называется вот интернет можно было бы к нему подключиться но нету его ну и по Фронтиеру отзывы не лучше чем по Камказу то есть как бы выбора нет они вот эти вот интернет компании они просто супер монополисты они косят огромные просто деньги просто космические ни за что и цены там космос то есть я вам говорю вот сейчас я плачу 50 долларов за 30 по-моему мегабайт или мегабит что-то такое короче ну так себе скорость не особо вот ну не супер быстрая но не супер медленно там с нашими 100 мегабитами конечно не сравнить вот когда я подключался было 30 долларов потом повысили 40 потом повысили 50 и они всегда так делают то есть если ты сейчас типа подумаешь дорого переключишься сейчас на более низкий план за переключение на другой план на 20 долларов заплатить то низкий план тоже со временем подорожает то есть они как делают они низкие планы вот к примеру подключился ты на план вот сейчас у меня 30 мегабит подключусь я на какой-то экономит там план там будет 20 мегабит он будет 30 долларов стоить они скажут мы 20 20 мегабит больше не предоставляем это очень мало они его переименуют 25 мегабит и будет стоимость уже 40 долларов к примеру через полгода а потом через полгода он тоже самое станет тем ниже 30 мегабитами за а 50 долларов то есть не так получается что мои 3 мегабит на которые я сейчас они подешевеют до 40 нет просто на этом плане он не называется 30 мегабит а он называется там какой-то интернет они его просто переименуют там в другой план и на нем станет к примеру в следующем году 40 мегабит и они мне скажут что мой план уже 60 стоит и так до бесконечности то есть вам нужно постепенно скидываться на план ниже платить этот 20 долларов потом год на нем сидеть и потом а когда они вам опять до 50 повыше то 5 или там до 40 короче и такой геморрой постоянно то есть я им говорю вот я с этим провайдером 6 лет и я 6 лет вот это вот так переключаюсь эти планы то есть я уже просто устал от этого геморроя вот и никуда не денешься и вот в общем недорассказала им про модем и они мне присылали эту херню и бесполезно было что-то делать я звонил в службу поддержки я им объясняю у меня говорю мой модем вот почему вы мне предлагаете продолжаете присылать вот эти счета они говорят а ваш модем хорошо все я отметил у себя в базе больше вам присылать не будем следующий месяц опять присылают каждый раз им звонить это просто пипец с геморроем час ждешь на линии они постоянно тебя переключают то есть там тысячи людей вам надо финансовый департамент нет вам надо в тот департамент у них видимо нету такого вот понимаете кейса что у меня свой модем а мне приходит за него счет и поэтому постоянно тебя куда-то короче чтобы не тянуть всю эту канитель я уже был в сервисных центрах миллион раз привозил им бумаги показывал что я вернул ваш модем они говорят нет этот модем который у тебя он тоже зарегистрирован вам надо привезти как типа чепки о покупке его я им привозил эти чеки они говорят хорошо мы откроем тикет и все это выясним и короче я вам говорю вся эта канитель длилась полтора года в итоге только через полтора года вот я вам говорю я уже наверное столько потратил времени что она уже не стоила этих 10 долларов которые переплачивал короче в итоге у меня было переплачено 30 месяцев вот за этот модем мне 300 чем-то долларов вернули на счет ну сколько это длилось я вам говорю и сколько было геморроя с этим это просто пипец вообще это был какой-то ужас в общем это первая проблема ну и вторая проблема ну короче там геморроя очень много с этим камкасом вот я вам говорю с этими планами короче проще сидеть постоянно вот на этих 50 долларов короче и не париться понимаете если вы там еще захотите связаться с телевидением и телефоном тоже у них все это тут монополизировано все через них это еще хуже будет там там цены вообще со 100 там до 200 представьте 200 долларов платить за интернет телефон и телевидение все вместе это считается нормально вот я знаю знакомые они по 200 долларов платят короче у меня как бы никогда ни телевидения телефона не было и я как бы фу-фу-фу за эти годы космические деньги на этом сэкономил то есть я был только на интернете а у меня вот там вот бабуля что до этого жила она вообще в этом ничего не понимала у нее все было подключено она там хер знает сколько платила и не могла отключиться от них никак когда она уехала у нее там вся ее эта хрень валяется до сих пор но оно все на нее оформлено то здесь как бы все оформляется на человека а не на адрес и они до сих пор счета присылают что она как бы это самое там им уже должна тысячи долларов за этот интернет он уже здесь уже давно не живет и интернета здесь ее уже давно нету короче вот такая вот херня вот короче ладно видео что-то затянулось в общем я интернетом недоволен интернет медленный дорогой некачественный с ним много проблем вот в следующем видео тогда продолжим ответы на вопросы всем огромное спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки пока и удачи делитесь видео с друзьями всем успехов во всех ваших начинаниях пока пока подписывайтесь на канал веберс в комментариях в комментариях под видео в комментариях у вас есть Продолжение следует...